Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, очередной 12-й тур Чемпионата России. Ну а уже на этой неделе нас ждут матчи сборной команды России. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным и Илья Розенбла. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Ну что ж, Лига Чемпионов набирает обороты и мы видим, что наши российские команды набирают полный ход. Кто-то может быть не такой быстрый, как хотелось бы, но есть одна команда, которая подтверждает, что мы умеем играть с английскими клубами. Итак, прошу любить и жаловать «Спартак-Ливерпуль». Именно этот матч состоялся первым в Лиге Чемпионов и «Спартак» пускай и упустил победу по ходу этого матча, но тем не менее показал положительный результат. Итак, поздравляю коллеги, мы еще одно очко, как говорится, в копилку и евро-копилку положили к себе. Кирилл, скажи, пожалуйста, какие были чувства перед матчем, какие были во время матча и что все-таки ты испытал уже после матча? Упущены три очка или все-таки добыли одно? Перед матчем, разумеется, были опасения, несмотря, как ты верно заметил, у «Спартака» на удивление очень хорошая статистика с английскими клубами. Это касается и советских времен, когда «Спартак» обыгрывал сильную «Астон Виллу» и еще «Рад Крубов». Это касается периода золотого расцвета российского «Спартака», когда обыгрывали «Арсенал», «Блэкберн», «Лидс». И мне кажется, что-то в этом есть, что-то сыграло, потому что Ливерпуль, конечно, продемонстрировал нам разницу между английской премьер-лигой и премьер-лигой российской. Это и в скорости принятия решения, просто в физической форме, в скорости той же самой беготни, работы с мячом, чего угодно. Было видно, что эта команда, если не наглую выше «Спартака», то гораздо сильнее. «Спартаку» удалось, конечно, безусловно, говорить об какой-то упущенной победе, как нельзя говорить о каком-то, допустим, «отскоке» такое выражение. Все-таки за счет колоссальной самоотдачи плюс удача «Спартаку» удалось добиться положительного результата. То есть два матча, два очка. Гораздо более обидным был проигрыш «Марибору» в предыдущей тюрьме. Но проигрыш имеется в виду ничья. Негативный результат. Сейчас бы «Спартак» обыгрывал «Марибор» и брал бы здесь, у него было бы уже 4 очка и очень хорошие перспективы на дальнейшую судьбу, либо на выход вообще из группы в Лигу, либо на выход в УФА как минимум. Вот эта первая ничья, она здорово подкосила. Но опять-таки, ничья с «Ливерпулем» дома, наоборот, повышает шансы «Спартака» на выход в УФАшную компанию. Все-таки ты... Я хочу обратиться к нашим телезрителям. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните, давайте пообщаемся, потому что действительно интересный футбол был на прошедшей неделе. «Спартак» чуть было не сказал. Ну ладно, о них поговорим мы чуть позже. Ну и, естественно, остальные наши российские команды. Кирилл, ты говоришь о том, что «Ливерпуль» показал скорости, которые мы не видим в Премьер-лиге. Но это показывает не только «Ливерпуль», но и все английские, испанские, немецкие команды. Почему нет таких скоростей у вас в России? Ну, просто это бердыев финал во всем, я считаю. Это бердыевский защитный футбол, который он прививает, и все они смотрят, как удачно играет команда. И все начинают играть такой футбол. Поэтому я не перечислил Италию в этом плане. Да, ну, может, я немного шучу, но, тем не менее, есть ряд тренеров, которые просто оборонительную игру ставить легче. Ее и ставят для начала. Но все-таки давай не будем забывать, я не думаю, что вся английская лига показывает такие скорости, вся испанская. Все-таки наши команды встречались с лидерами. С «Манчестер Юнайтедом» и с «Ливерпулем». Это одни из лучших команд английских. Поэтому была такая разница. У «ЦСКАут» вообще огромная разница была видна. Понятно. А почему у нас, ну, вот мое мнение, да, за силе оборонительного футбола. У нас кто играет в атаку? Ну, «Зенит», «Спартак» пытается играть в атаку, у него не всегда получается. Остальные танцуют от печки, практически все команды. Сергей, согласишься ли ты с Кириллом и со мной о том, что вот эта вот пропасть, как мне кажется, это реально пропасть. Это даже не шаг и не два. Между уровнем игроков и команд Англии, Испании, Германии гораздо выше, чем в российской футбольной премьер-леве. Не соглашусь, Олег. Я не вижу такой пропасти-пропасти, как ты говоришь, огромной. Есть, конечно, разница, согласен. Потому что у нас есть, в чемпионате даже можно найти какие-то матчи, да, которые по накалу, ну, не уступают, допустим, какому-то матчу из английского чемпионата. Ну, во дворе тоже, знаешь, какой накал бывает. Да, бывает накалы, но, то есть, ажиотаж вокруг матчей, во время матча, вот там Спартак, ЦСКА, допустим, такие вот матчи в дерби, как мы называем их, их интересно смотреть, в принципе. Но их мало, да? Остальные матчи действительно проходные, остальные матчи с такими командами, как Кирилл сказал, там, Рубин, там, Ахмат и же с ними Урал, с которыми тяжело бодаться, которые действительно там могут играть чисто от обороны, никаких скоростей нет, и приходится, вот, как средний лекарь штурмовать такую крепость постоянно, чтобы забить мяч. А по игре, значит, я скажу пару слов по игре, Спартак-Ливерпуль, матч, конечно, понравился, по вывеске замечательно все, по антуражу. Я скажу, Кирилл прав, что они потеряли, Спартак, два очка в Мориборе, но здесь, скажешь право, приобрел одну очку на открытии арены. И меня, что не понравилось, не понравилось, что Спартак забил лишь со штрафного, да? Вот не будь этого штрафного, таких вот атак, ну, совсем голевых, я не знаю, там, у Спартака, мне кажется. Только Ещенко бил, и был один хороший выход из оборона. Ну, тоже комбинационная, я хотел сказать, комбинация какой-нибудь разыгрывания, как вот Ливерпуль разыгрывал, у него же были моменты, когда он просто разыгрывал. Сереж, прежде всего, скорость. Так же, как в России пытаются выйти, их накрывают, и все, и, соответственно, не могут, не привыкли играть на таких скоростях. Давайте перейдем уже к правой половине поля, уже, как говорится, перейдем к центру поля. Евгения пока не спрашиваю, знаю, что он готовится отвечать, как говорится, за свою команду, да, готовится отвечать. За свою, за джижевую. Ну, я не знаю. Илья, скажи, пожалуйста, Спартак, да, два очка. Насколько их хватит, учитывая, что Спартак уже сыграл с Мэри Бором, а тот же, ну, как сказать, прямой конкурент, такой, как Ливерпуль, уже сыграл с командами, соответственно, первый и второй по корзине. У Спартака есть потенциал, чтобы обыграть и Севилью, и побороться, и на чужом поле, и ничья в Мэри Боре, мне кажется, сейчас такой уровень глобализации футбола, что все умеют играть, и ничья на выезде неплохой результат для Спартака. С Мэри Бором? Да, мне кажется, да. Мэри Бор – хорошая команда. Ну, как это хорошая команда сыграла с Севильей? Не, ну, скорее всего, сыграла на выезде. Ну, так как она и должна была сыграть, проиграла и группа. Олег, Олег, Олег. Поэтому говорить о том, что Спартак имеет потенциал, извините меня, на выезде обыграть Севилью и Ливерпуль, ну, я не знаю. А мы же говорили, когда Жеребьевка прошла, вспомните, когда прошла Жеребьевка, мы говорили, что Спартак, скорее всего, даже Кирилл, мне кажется, что Спартак, скорее всего, будет бороться за третье место с Мэри Бором, чтобы выйти… С Мэри Бором на третье место бороться? Да. А с кем? С Севильей? Олег, ну не за второе, Севильей и Ливерпулем. Ну, скажи. Не за второе. Нет, друзья мои, Спартак, на мой взгляд, должен бороться за выход в Лигу чемпионов, Севильей и Ливерпулем. Но бороться с Морибором за выход в Лигу Европы, вы уж совсем Спартак опускаете ниже Плинтуса. Мы не опускаем. Вот он 3 очка возьмет в Москве. Давайте посмотрим турнирную таблицу, тогда мы более четко и, как говорится, статистически правильно определим, где у нас Спартак и где Морибор. Итак, Севилья у нас 4 очка. Понятно, ничья с Ливерпулем и победа над Морибором. Ливерпуль две ничьи с Севильей, соответственно, и с Спартаком, но и Спартак ничья с Ливерпулем и с Морибором. То есть получается то, что я и сказал, что Спартак уже сыграл выигрышные матчи, на мой взгляд, со своими основными конкурентами. С Ливерпулем дома ничья, с Морибором потерял очки. А то, что испугался, так же выигрышные, что он должен был у Ливерпуля выигрывать, получается. Нет, но ты имеешь в виду какие перспективы по этим? Да, 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 перспективы. Ну мы обыгрываем Морибор дома, мы набираем 5 очков. Дальше победа над Севильей. Нет, я думаю, поражение над Севильей и все-таки ничья. И все, и Спартак абсолютно, что называется, на полном ходу выезжает в Ливу Европу. На полном, может быть, да. Нет, надо обыгрывать Морибор дома и, в принципе, вопрос выхода в Ливерпуля решен. Да, это будет очный матч. Согласен, согласен. Ну что ж, будем надеяться, что Спартак все-таки будет показывать в Лиге Чемпионов тот футбол, который от него ждут. Прежде всего, болельщики Спартака. Ну и, на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки Спартак должен бороться за Лигу Чемпионов, а не за Лигу Европы. Тем более, учитывая эту группу, Спартак Лигу Европы себе уже практически обеспечивает. Да не плохо это будет, Олег, но не будет это. Да и надо, не надо. Будет хорошо, если Спартак выйдет в Лигу Чемпионов. Для нас, болельщиков, это очень хорошо. Переходим к следующему матчу Лиги Чемпионов, где московский клуб ЦСКА принимал на своем поле английский Манчестер Юнайтед. Счет мы видим на своих экранах. Я уверен, что у многих болельщиков ЦСКА при упоминании этого счета слезы наворачиваются на глазах, а у Евгения пропадает дар речи, чтобы рассказать, как так могло случиться. 1-4 Манчестер Юнайтед. Но прежде чем он это сделает, мы послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. А как вы думаете, выйдет ли Спартак из группы? Даже не сомневаюсь. Вот лично я, мое мнение, даже не сомневаюсь, что Спартак выйдет из группы. Может еще один вопрос? Как вы думаете, кто выйдет в нашем кубке на первом месте? В кубке каком? В РФПЛ. В кубке или в чемпионате? В чемпионате. В чемпионате на первом месте будет Зенит. Уж простите, что я вот так вот сам отвечаю на ваши последние вопросы. Ребят, расходимся. В принципе, расходимся, народ. Мы давно в футболе. Итак, мы посмотрели статистику матча, ЦСКА-матча, Сюрненовик. Жень, пока тебя не было в кадре, я видел, как ты вытирал слезу. И тем не менее, расскажи мне, что космос очередает? Да нет, то, что это была не слеза, ты ошибся. Ты просто глаз немного почесался. Но, коль ты мне не дал слово со Спартаком, можно я немножко переброшу? Пять копеек ставлю. Давай больше. Больше, хорошо, рубришка подброшу. То, что показал Ливерпуль, со стороны Ливерпуля, это была отвратительная игра. Со стороны Спартака замечательная. Мне очень понравился, как играл Спартак. Играл по счету, когда забили они мяч, стали играть по счету. Стали играть, да, где-то повезло, где-то не повезло. Но, как смотрелся Ливерпуль, как команды премьер лиги Англии, отвратительно просто. И они, кстати, и в чемпионате играют, неважно. И в лиге чемпионов играют, так себе. Я просто к чему хочу сказать. Просто нам показали, как должны играть в футбол. Это в среду, а не во вторник. Во вторник это было бей-беги. А мы попали именно под под футбол, который показан в Англии. На который ходят миллионы болельщиков. За которые платят деньги. Ты понял, соломочку стелят. Да, да, да. Абсолютно. Мне не стыдно за тех, за ту команду, которая играла. ЦСКА, да, она проиграла. Да, может быть из-за того, что первый мяч мы... Скажем так, и второй нам привезли. Или третий. Или третий, да. После седьмого мяча судья, назначив пенальти, сломал нашу игру. Нет, судья назначил действительно там левый пенальти, который уже играл. Там не было пенальти. Там был чистый пенальти. Там не было пенальти. Это я тебе говорю, как заслуженный судья. Ты же меня в прошлой передаче спрашивал. Так вот тебе говорю. Хорошо, рассказывай. Я пока вот с ребятами пообщаюсь. Ребят, ну так вот, значит... Манчестер Юнайтед я тебе хочу. Все-таки команда сказать. Это лидер Пемьер-лиги, который показывает и задает тон Европе. Как играть должны. Всего 8 туров. Ну я соглашусь. Подожди. Ну вы посмотрите какой-то. У нас телезритель на связи. А, может, хочешь поддержать меня? Ну я не знаю. Может, он хочет тебя поддержать. А может быть, меня? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Анатолий Тольятти. Приветствую с Геню. Да, привет. Во-первых, хочется, пожалуйста, что нет транслировки в сети интернет. К сожалению, да. Может быть, сорвалось? Да. Ну и далее, как бы, ЦСКА сегодня оставит в покое. Там у них свои, как бы, заморочки. Ну, отойти нас там. Валерьянка, Кроволок. Пустырник. Сейчас можно все перечислить. Да, Пустырник. Да. И Лео Тракок. Он, который надо в первую очередь. Главный, не Боярышник. Да. А вопрос у меня такой. Вот хочется спросить всех, так сказать, все стороны. Что дает российской премьер-лиге присутствие таких клубов, как Тролисоветов и Динамо, которые, находясь в РФПЛ, вылетают из нее, по ходу сезона, а потом опять выходят и болтаются в зоне вылета. Вот. И куда смотрят руководство российской премьер-лиги, губернии, стильного спонсора и УЕФА с их финансовым фэрплеем, если у клубов, у данных, в частности, игроки, которые 90% сезона проводят на лавке, не будь травмированными, получают 80% от всего бюджета клуба, поясните, пожалуйста, с разных сторон данную ситуацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сергей, запомнил вопрос. Я запомнил. Да, да, да. 80%, но мы прекрасно понимаем, о ком мы идем. У меня вопрос по ЦСКА. По ЦСКА. Можно один? Конечно. Я хочу тебе задать вопрос, чтобы ты прокомментировал свой комментарий к этому матчу. Мне очень понравилось. Ты вот скажи, ты задал его Жене вопрос. Женя, а дальше говори, что ты написал. По какому матче-то? По ЦСКА, по ЦСКА. С Манчестера? Да, ты написал что? Что они отдыхали с Динамо, отдыхали с Эти. А потом, и что они, учились вытаскивать мяч из сетки? Давай, давай. Сергей раскрыл маленькую тайну. Я уже говорил в эфире о том, что у нас есть такая небольшая группа в одной из сетей. Мы говорили о том, что ЦСКА экономил силы с курским авангардом. Не выпустил основной состав. А после этого матча было Динамо. А после этого матча Манчестер. А после этого матча Уфа. Мы еще об этом поговорим. Жень, экономили, как правильно сказал Сергей, экономили силы. Чтобы мячей вынимать. Ну, согласись все-таки. Что я могу сказать? Уровень Манчестера. Уровень Манчестера. Правильно. То, что нам обсуждали. Манчестер сильнее Ливерпуля, он сказал. Ну, я что, не так? Согласен. Сказал. Но Ливерпуль тоже не последняя команда. Ну, восьмая команда. Восьмая. Идет. Ну, что я могу сказать с СССР. Я знаю, что ребята боролись. Боролись. Допустили ошибки. Которые Лукаку замечательно исправил. Ну, это один из лучших. Сейчас нападающим. Если он так дальше будет играть, то, я думаю, Ибрагимович немножко на лавочке задержится. Ну, он будет в Динамо перейдет. Ибрагимович. И там вместе. Вот такой же Лукаку забил. Помнишь, когда Березуцкий промахнулся? Мяч попадает. И он в пустые ворота закат. И тот же самый показывает чемпионат Англии. Один в один прям мяч забивает. Это насколько же у человека чутье должно быть на гол. Он просто бежит до конца, упирается. Все, стоит и ждет, пока мяч прилетит к нему. Все кондиции. Мне Инзаги он напомнил. По чутью голевого. Ну, какого Инзаги? Два братца. Ну, конечно. Старшего. Старшего. Филиппа Инзаги. Ну, что ж, у нас есть еще один телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Давайте. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Да, Юрий Сергеевич. Смахнули вы тоже слезу? Ну, посмотрел я на бездарную игру армейцев, надо прямо сказать. Особо защитников. Три навеса, три мяча в воротах подряд. Это те, которые уже играют больше, чем по десятку лет. Да больше, чем мне, они уже играют. За всех хорошо. За толку-то. Ну, ты понимаешь, мне кажется, так они показали тот уровень футбола, который царит у нас в стране. Да. Малко, но факт. Мы не готовы физически, отсюда травмы и у Спартака. Мы не готовы бегать 90 минут. К сожалению, так. Я вспоминаю восьмой год, когда Хидинг принял команду, они три недели занимались физикой. Команда не готова была к чемпионату. Она не готова и сейчас. Откровенно говоря, когда вот мы согласились проводить чемпионат мира, у меня возникли подозрения сразу же. Господи, а кто же играть-то у нас будет на этом чемпионате? Понимаешь, это уже, ну как тебе сказать, мне кажется, такой менталитет у наших футболистов. То есть им этого для внутреннего чемпионата достаточно. Да, мы все соглашаемся. Деньги. Деньги, деньги, правильно, отключили. Алло. А можем вот катать и то непонятно куда. А футболист бежит в одну сторону, пас идет в другую, то есть у нас отсутствует культура паса. Я, откровенно говоря, не знаю, чем они занимаются на тренировках. Наверное, мне-то это и не надо. А тренерам каково, я не понимаю. И еще, у нас нет футболистов, которые могли бы быстро бегать и все 90 минут. Таких нет. А у них, пожалуйста. У них все притом бегают 90 минут. У них выше. Деньги платятся, но и спрашивают футболистов. Естественно, это абсолютно нормальный процесс, жизненный процесс. Получаешь, работай. И посмотри, вот давай возьмем Спартак. Конечно, хорошо, что он сыграл нищую и там и тут, получил по очку, но он ведь в этой игре с Ливерпулем практически ничего не создал. Они забили штрафного. Они забили штрафного. Это дело случая, я ведь понимаю. А в игры-то ничего. А вот вратари сыграли, на мой взгляд, и защита блестящая. Особенно вратари. И, конечно, жалко те, которые травму получили. Но я говорю, у них они не готовы бегать. То есть мышцы не привыкли к такой работе. А работа требуется большая. Надо же... Ну, Спартак вообще много бегал. Сколько там, 8 минут добавили? Команда заставляет. Да, спасибо. Спасибо, Юрий Сергеевич. Да, спасибо большое. По поводу травм. Есть какие новости, кого все-таки удалось поставить на ноги? А кто... Ну, по-моему, у Самедов с Поповым. Он уже играл. Нет, у Самедов уже играл. Из свежих травм. Мы не будем говорить, потому что есть замечательная фотография, где у Патака набирается состав неплохой. Травтор Минуха 11 человек. Ну, Попов с Самедовым играют. Ребров вроде-то у него большой шип, опираться тоже не нуждается. Зобнин, остальные. Ну, много у нас народа. Кто-то на какой-то... Чуть больше поправился, хоть чуть меньше. Будем надеяться, что... Две недели, сейчас будет перерыв. Сейчас перерыв. Будем надеяться, будем надеяться. Олег, сборный никого не поломает. Добавление по этой игре. Конечно. Потому что вы все-таки немножко забыли о том, что в этой игре совершенно разные играли команды в том плане, что Мачесер Юна тут представлял собой сборную мира, а в ЦСКА вышло 9 человек. Да, из молодых. С российским паспортом и практически половина состава совсем молодые ребята. И как каждый христианин хочет быть похожим на своего учителя, а каждый рыцарь мечтает умереть за своего короля, так же каждый молодой футболист мечтает себя проявить на таком уровне. Я хочу поздравить Костю Кучаеву с забитым мячом. Да. Я соглашусь полностью. Полностью. Кстати говоря, может быть кто-то его уже видел из наших телезрителей, и мы сегодня была встреча президента касаемо чемпионата мира, который будет проводиться в следующем году у нас в России, и Владимир Владимирович задал вопрос президенту «Зенита». Что это у вас 8 человек иностранцев играет, и только два в поле, и один в воротах стоит? Ну, ему президент «Зенита» ответил, что мы будем добиваться результатов благодаря этим футболистам. На что президент сказал, ну посмотрим. Теперь я не знаю, есть ли пути назад у «Зенита», по крайней мере, в завоевании чемпионства. Мало кто сомневается, но по-моему разговор шел все-таки о Лиге Европы. Давайте посмотрим турнирную таблицу, как она выглядит после двух туров в группе «А», где играет московский «ЦСКА». Манчестер Юнайтед безоговорочный лидер, что, в общем-то, и не требовало доказательств. Базель, «ЦСКА» имеют по три очка, и «Бенфика» ноль очков, хотя, в общем-то, мне кажется, немножко странная ситуация, учитывая, что «Бенфика» все-таки заходила с первой корзины. О чем разговор шел, когда сказали, что команда «Спартаком» играет последняя команда «Марибор», понимаешь, то же самое. «ЦСКА» заходил с четвертой корзиной в этом сезоне. Мы тоже с первой заходили, мы же чемпионы. «Спартак» был маткой. Ну, как в прошлом году «ЦСКА» был маткой, а досталось с четвертой корзиной «Манапа», который до полуфинала Лиги Чемпионов дошел. О том разговоре хотел сказать, что все команды практически равны, некоторые равнее, а некоторые равны. Да, ну смотри, вот все-таки турнирная ситуация в обеих команд более-менее похожа, как ни странно. Только у «Спартака» две ничьи, у «ЦСКА» победа и ничья. Нет, победа и поражение. То есть три очка у «ЦСКА», три очка у «Базеля», а там два очка у «Спартака», два очка у «Ливеркуля». Ты видел, как «Базель» разгромил «Бенфику»? Я слышал, я ушам не понял. Ну а почему вы не поверили? Бывают моменты, когда залетает все, что… Вспомни, наши с португальцами. Наши с португальцами. Залетело все, что только можно было залететь. Ну только нам почему-то. У нас такое бывает, чтобы у нас еще все залетало? Конечно. Без «Базеля» продали много людей. Они каждый год продают, так в этом году команда не собралась. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, да, что «ЦСКА» проиграть в «Манчестер и «Юнайтед» все равно имеет больше очков, да, чем «Спартак», который сыграл все-таки с «Ливерпулем» в ничью и набрал какие-то очки. Но, как говорится, будем смотреть, впереди нас ждут такие спаренные игры, да. У «Спартака» будет «Севилья». И, в общем-то, эти будут матчи определяющими в том плане, что кто будет реально уже теперь бороться за Лигу чемпионов, а кто все-таки будет бороться с «Марибором» за Лигу Европы. Ну и у «ЦСКА» две спаренные игры с «Базелем». Не подарок, но швейцарские клубы все-таки, давайте уж будем говорить, как есть. Со швейцарскими клубами нам надо бороться. Ну, вот говорят, это гораздо сильнее «Янг Бойса». А с «Янг Бойсом» тоже непросто пришлось. Конечно. Тем более у нас сейчас тоже, как у «Спартака», проблема травм. Вы были подвалисты. Алан Загоев, я так понял, насколько я успел пообщаться на пресс-конференции, вопрос задавали, то у него травма с «Ахиллом» связана. На пару месяцев. Да, это на пару месяцев. Головин тоже потянул мышцу. Я думаю, что это недели-две. С «Понтусом» у нас рваная рана. Действительно, там его показали по телевизору, когда я увидел, он просто показал его себе. Мужчина такой, да, он показывает, типа, замену с таким лицом, как будто я думаю, когда показали рану, мне чуть плохо не стало. Это действительно рана ужасная была. С первым шагом на поле вышел. Викинг такой, да, такой мужественный. Шипами, видимо. Шипами проехались ему, но сказали, что сейчас... Ну, слава богу, что все цело. Ну, что ж, будем надеяться, будем надеяться. У нас пришла пора переходить к следующему турниру. Так, ты поговоришь, я немножечко. А-а, вот там у нас есть сюрприз. Женечка, хочу тебе посвастить пилюлю, я тебе обещал с Барселоном. А-а-а, ты прям в эфире мне даришь. Ой, спасибо. Ну что ж, перед присвидетелем. Спасибо, спасибо. Присвидетелем. Зависи тему Еврокубков. Не, просто, да, Барселону просил, я, говорит, нахожусь на стадионе, но капнов, да, я говорю, возьми, пожалуйста, мне какой-нибудь подарок. Так все-таки капнов или наука? Да какая разница, гачерет или мочерет? Не знаю, как вы, я был на комп, ну, да, вы были на науках. Женя просил маечку, ну ладно. Да, переходим, переходим к Лиге Европы, там тоже участвуют наши команды и участвуют очень и очень прилично. Итак, смотрим результаты. Зенит, Реал Соседа 3-1, Локомотив Фастап 3-0. Ну что ж, мне кажется, результаты очень даже и неплохие. Сергей, Сергей, что случилось? Упал. Бывает такое. Ну что, порадовали нашего Лиги Европы, учитывая, ну ладно, Локомотив все-таки сыграл не самой лучшей командой в своей группе, все-таки так можно сказать, а Зенит, Реал Соседа, это испанский клуб и достаточно клубный неплохой. Получилось так, что как-то вот я больше ожидал от Реал Соседа. Это зачем? Ну не знаю, все-таки. Что? Ну как-то не свою силу он сыграл, мне кажется. Значит, Зенит им не дал сыграть свою силу. Соглашусь полностью, Зенит, значит, не дал им сыграть свою силу. Мы посмотрим, просто интересен будет матч в Испании, который будет проходить в стороне Басков. А Локомотив со Злином, я думал, что за фастов сначала, оказалось, это Злин, раньше название команды было Злин, из города Злин такого, да, и там уже понятно было, да, то есть видно, что был Локомотив гораздо матерее команды, смотрелся, думаю, счет по игре, и, наконец, разыгрался их нападающий, Фернандеш, да, который хвалил, не Фернандеш, ну что ж, ребят, по поводу Лиги Чемпионов понятно, ЦСКА каждый год сражается, сражается, Лига Европы. Наш турнир, наш турнир Лига Европы, это показаны команды Локомотив и Зинитский, да, российский, да, это вот наш турнир, вот куда нам надо проходить и завоевывать, я думаю, что. По-моему, этот турнир очень сложный, чтобы его выиграть, и очень затратный. Ну, Лига Чемпионов гораздо легче, конечно, выиграть, чем Лига Чемпионов. Но он сейчас в Карабах в основной сетке играет. Лига Чемпионов, на минуточку. Да, надо как нам подтягиваться. Давайте посмотрим тоже турнирную таблицу после двух туров в Лиге Европы и начнем мы с Локомотива. Две игры, да, четыре очка, была ничья с Копенгагеном, я думаю, что это клуб, который, скорее всего, с Локомотивом будет бороться за выход. Молдавский Шериф два очка и Фастаф одно очко, да, Локомотив не смог их обыграть, ой, Фастаф сыграл с Шерифом в ничью. И следующая группа Лиги Европы, где принимает участие Зенит, там, в принципе, мне кажется, практически все уже решено. Я не думаю, что Зенит будет терять очки, ну, а если и будет, то, может быть, это все равно не помешает ему выйти в весеннюю часть Лиги Европы. Да, да, да. Одна команда выходит, как сказать, на победителей Лиги Европы, ну, я имею в виду в своих турнирах таблицах, а вторая выходит на те, кто из Лиги Чемпионов выбыл с третьего места войдет в Лигу Европы. За прошедшую неделю российские команды набрали неплохое количество очков в еврокопилку, и поэтому, друзья мои, я поздравляю, мы оторвались от Португалии, мы приблизились к Франции, хотя нам это абсолютно ничего не дает. Нам это абсолютно ничего не дает, потому что уже решено, что в следующем сезоне, ну, вернее, это было известно, что в следующем сезоне у нас в Лиге Чемпионов будут играть три команды, что, в общем-то, не может радовать ЦСКА, потому что чемпионство они навряд ли смогут претендовать. За второе место поборются. Не, ну, три команды, две напрямую, одна выходит в... Не-не-не, одна напрямую, одна в последнем каком-то там раунде и одна в четвертом раунде, да, и одна с третьего раунда. Групповой только одна начинается. Да, да, да. Ну что ж, друзья мои, мы переходим к следующей, к следующей стадии нашей программы, обсуждению 12-го тура Чемпионата России. Телефоны, как всегда, вы видите на своих экранах, поэтому звоните, пообщаемся по внутрироссийскому, да, турниру, и сразу давайте напомним результаты, которые были зафиксированы после 12-го тура. Итак, Анжи Зенит, неожиданно, честно, 2-2. Локомотив Динамо, ожидаемо, 3-0. ЦСКА Уфа, ожидаемо, пропускаем. Спартак Урал, вне всяких сомнений. Рупин Амкар, 0-1. Тосна Ахмат, ожидаемо. Интересно. СКА Хабаровск, Ростов, выиграл 2-1, да, ну и Арсенал, Краснодар, центральный матч Тура, и Краснодар проиграл Тульскому Арсеналу, что, мне кажется, не очень вероятно смотрелось перед стартом этого матча. Ну что ж, давайте переходим, переходим к матчу, центральному матчу этого Тура, Локомотив Динамо, и на всякий случай еще раз напоминаем для всех динамовских и болельщиков Локомотива, что счет был зафиксирован 3-0. Сереж, хотел бы немножко побольше уделить внимание Динамо, потому что ситуация, которую сейчас, да, и наш телезритель звонил, и если мы посмотрим на результаты команды, на турнирную таблицу, мы видим, Динамо пока не впечатляет своей ни игрой, ни самодачей. Давай начну с ответа на вопрос, мне задали вопрос по поводу Крылья Советов и Динамо, потому что я связи не увидел, конечно, между Крылья Советов и Динамо. Крылья Советов, кстати говоря, единственный раз вылетели из премьер-лиги, они все, сколько там, 16 сезонов были премьер-лиги, в прошлом году вылетели, и, в общем-то, я не знаю, и сейчас играют в первой лиге. Да, играют в эту ФНЛ они. Потому что я связь не вижу, что Динамо сейчас в премьер-лиге играет, но человек забыл историю, что Динамо почти сто лет не вылетал вообще из высших дивизионов, что в СССР, что в российском чемпионате, был единственный клуб. И то, что руководство в прошлом году привело, позапрошлом вернее, к тому, что Динамо покинуло, то, что там было, ну, скорее всего, это было чуть ли не намеренно там сделано, что хотели обанкротить клуб. Ну, там, сами помните всю эту предысторию, что когда наложили санкции, а у Динамо очень большие были финансовые проблемы, вот, и большие зарплаты игроков начали распродавать, естественно, с таким составом, который сейчас Динамо имеет, то есть эта команда, я уже писал вам всем в нашей страничке, что команда для ФНЛ, скорее всего, этот состав, ну, надо было укрепляться сильнее, видно, не было финансов, потому что ВТБ, как банк давал деньги на то, чтобы, что такое, деньги давал на год, там годовые у них эти выплаты, поэтому давал на год на ФНЛ, то есть там небольшая была сумма, и сейчас долг еще висит на ВТБ должен клубу за выход в Премер-лигу, то же деньги не поступали пока. Товарищ прав был, что Гребняк сидит, чуть ли не, ну, не, конечно, он пошутил, что он 80% бюджета съедает, у него там чуть меньше 2 миллионов, в Динамо-то, конечно, бюджет-то побольше, но все равно прилично, ну, прилично, да, то есть человек сидит на лавке, ну, так вот подписали, подписывал, конечно, Кобелев, он сегодня, Режаловский сказал на генеральный директор, что я-то при чем, говорит, вот, подписал, главный тренер очень хотел его в команду, подписал, но человек не играет, а деньги получает, уходить никуда не хочет, даже в Австралию. Странно. Странно, на самом деле, мне тоже непонятная история, ну, чего сидит на лавке, получает 2 миллиона, сидит на лавке, кому не стыдно, кому не стыдно, я бы нет, я хоть ту буретку взял, кресло в конце, на лавке-то как неудоверное, диванчик все-таки мог бы, если нет, ну, если серьезно, то да, конечно, вот ситуация такая сейчас, потому что у нас руководит Центральный Совет, у нас нет, как таково, хозяина клуба, и поэтому очень тяжело, конечно, разобраться. Сереж, нет хозяина в клубе уже 15 лет. Да, нет, нет, вообще, с самого начала, раньше как-то следили, да, сейчас вообще. Ну, плюс еще, вот, если взять матч, как говорили, локомотив-динамо, то в 12-й минуте, когда вот сломали ключевого игрока, я считаю, оставшийся после того, как Панченко получил травму с Санбу-Соу, а он действительно цементировал, если кто смотрел матч, то 12-й минуты локомотив практически, он связал весь центр, он не давал им развивать атаки, и Динамо, в принципе, атаковало, и, ну, равных, хотя бы на равных играло, я уже думал, ну, хоть ничью-то мы должны зацепить, и когда увидел, что Санбу-Соу уносит с поля, я думаю, ну, все, теперь вот нам уже действительно... Сереж, ну, это все-таки 12-й минуты, развалилось все, 12-й минуты, развалилось все, центр весь отдали, а центр, ты посмотри, какой у локомотива центр играет, кто играет в средней линии, у локомотива и у Динамо, понимаешь, там было все понятно сразу, плюс еще не могут забить нападающие, да, вот, ну, не могут как-то, не получается, у них подходит. Ну, я хочу обратиться к руководству Динамо, отдайте хотя бы, я не знаю, 0,8%, 0,8% зарплаты погребника готов забивать за Динамо. Ну, так вот получается, поэтому, я не знаю, сейчас решается вопрос о тренере, конечно, потому что, ну, действительно, глядя на игру, непонятно, как, во что играет команда, как они собираются забивать, и они, вот, действительно, кто смотрел матчи, Динамоцы даже с мячом подходят к штрафной локомотивы и смотрят друг на друга, не знают, что дальше делать, кому отдавать, либо они ищут Панченко, не знают, что он ушел, что он в лазарете лежит, непонятная совершенно игра, конечно, вот, болельщики сейчас, конечно, негодуют, хотят даже на базу приехать, но я думаю, это не выход, ну, хотя бы поговорить с игроками, но игроки ни при чем, я думаю, я думаю, дело в руководстве, потому что команда с оружием и приехать, даже ФНЛ, я вам сейчас скажу мысль одну, я смотрел все матчи, практически, когда они играли ФНЛ, ты понимаешь, как играют ФНЛ, ФНЛ играет против Динамо, естественно, выходит 10 человек в оборону, и Динамо, когда бьется, бьется, ничего не получается, они ищут Панченко, и Панченко с 30 метров бьет девяточку, 1-0 там, выигрывает, уезжает. Такой Роберто Карлос. Да, уезжает из Хабаровского, взяли 3 очка, допустим, понимаешь, ну, вот такая была игра, и поэтому он стал бомбардиром, он там поназабивал, набрали много очков, оторвались, все, вошли спокойно с флагом в эту Премьер-лигу, но надо было усиливаться, вот сейчас даже специалисты говорят, Динамо, минимум 5 игроков надо, приличных игроков, не таких, которые играют сейчас, допустим. Там брака, это нет, ну, а почему же совсем некому забивать, что погремняк не выйдет, или он не хочет выходить? Ну, что-то вот как-то... Мне кажется, ну, не знаю, ну попробуйте, ну, можно было стосно попробовать этого того же Погремняка с тем, с кем там... Ну, сейчас, подожди, сейчас у Динамо будут стосно с Кахабаровском, с Рубином, кажется, у них, вот такие матчи еще более-менее... Ну, или уж совсем погремняк деградировал. Ну, то, что походил, он пока не показал ничего, не показал, ну, и не стремится, видно, у него контракт заканчивается 1 июля 2018 года. Друзья мои, не так много времени остается до конца передачи, ну, хочется просто еще сказать, что, да, Спартак победил Урал, смысла говорить ССК УФА никакого, потому что, ну, не показали команды той игры, которую называют... А я смотрел. Которую называют... А я бы поговорил. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас сложилась после 12 туров и посмотрим перспективы дальнейшей команды. Итак, Зенит мчится практически, чуть не сказал, на локомотиве. Ну, так и есть, собственно говоря. Кучится к своему чемпионству. Сверху. Локомотив его не отпускает далеко. Да, с Апсаном идет. Краснодар, если бы не терял очки с командами, с которыми должен был бы брать очки, то, наверное, было бы чуть-чуть повыше и поближе к Зениту. ЦСКА... То же самое касается. Возьми свои очки. То же самое касается и ЦСКА. Остальные команды, ну, может быть, кроме Спартака, навряд ли будут претендовать на что-то высокое. Ну, в лучшем случае, на Лигу Европы. Спартак, кстати, очень надежный матч провел. Я не минуту отниму. Ну и Динамо. Да, Динамо мы видели, что на предпоследнем месте уже в зоне вылета и две победы над Ростовом, либо одна ничья до прямого вылета. Друзья мои, хочу напомнить, что 7 октября и 10 октября сборная нашей команды России встречается в товарищеских матчах со сборными Южной Кореи и 10-го мы играем в Казани со сборной Ирана. Друзья мои, ждем, что мы от этих матчей. Сергей, прежде всего, одна минута. Ну, это товарищеский матч. Будет, наверное, чуть-чуть опять смотреть какие-то связки, но Габула он не будет смотреть. Понятно. Я жду, чтоб травм не было в Спартаке от этих матчей. Хорошо. Жень. Не знаю. Я не болею. Вот с Ираном особенно. Илья. Хорошие соперники в сборной. Кстати, Иран очень хорошая команда. Да, хорошая. Не, серьезно. А с Мунтом, да? Она вполне себе прилично играет и у России есть возможность какие-то новые фамилии посмотреть, которые в списке учерчаются, значатся. Жалко, что нет Кокорина, да? Не позвал его, по-моему. Позвал Кокорина. Позвал Кокорина, конечно. А вот опять будут играть? Зюба, Кокорин. Я заинтересован. Опять, да? Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо всем нашим телезрителям, что все это время были вместе с вами, с нами и болеем за своих. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова